Аграрная Костанайская область может стать крупнейшим агропромышленным регионом. Об этом сегодня говорил Нурсултан Азарбаев в ходе посещения предприятия Сырарка Автопром. И напомню, глава государства находится с рабочей поездкой в Костанайской области. Президенту доложили о ходе реализации госпрограммы Нурлежер, показали, какие новые модели автомобилей появятся на казахстанских дорогах и, возможно, пойдут на экспорт. А еще проинформировали об инвестиционной привлекательности региона. Обо всем по порядку расскажет Елена Шрайбер. Область богатая пшеницей, лесами и рудой. Здесь расположены сотни месторождений с полезными ископаемыми. Регион важен и своим стратегическим соседством с Россией. Поэтому глава государства уделяет особое внимание развитию этой области. Во время своего рабочего визита первым делом Нурсултан Азарбаев посетил жилой микрорайон-аэропорт. Все дело в близости жилых домов к воздушной гавани. На территории в 30 с лишним гектаров общей сложности планируется возвести 41 дом. Пока построено 16. Это примерно 1000 квартир. На стадии строительства еще 12 домов. Здесь же президенту доложили о реализации в регионе программы Нур-Лежер. Я же сказал правительству всем вам постепенно уходить. Это рудимент Советского Союза в очередь. Где ты видел в Германии очередь на жилье? Или во Франции? Мы должны создать условия человеку, чтобы он мог его приобрести. Поэтому арендное жилье увеличиваем. Накапливает человек энную сумму, потом банки ему дают деньги, под залог квартиру получает и постепенно рассчитывается. Оценил глава государства и качество квартир. Стоимость одного квадратного метра в них достигает 150 тысяч тенге. Механизмы программы Нур-Лежер показали свою эффективность и позволили многим казахстанским семьям переехать в собственную квартиру. Наша давняя мечта сбылась. Мы получили собственную квартиру по программе Нур-Лежер. Наш семейный доход составляет около 300 тысяч и ежемесячно выплачивать по 60 тысяч нам не составляет никакого труда. Спасибо государству, что предоставляют такую возможность для приобретения квартир. Обеспечивают жителей региона не только жильем. Кустанайцы заселяются сразу в готовые микрорайоны с развитой инфраструктурой. К примеру, неподалеку от жилых комплексов возведут школу на 900 мест. А еще спортивно-развлекательный комплекс за счет КЧП и несколько детских садов, рассчитанных почти на три сотни детей каждый. По словам руководства области, регион ни чуть не уступает остальным в темпах строительства жилья и соцобъектов. И вносит свой посильный вклад в общее дело обеспечения жильем полтора миллиона семей в предстоящие 15 лет. Четыре года назад Нурсултан Азарбаев лично дал старт полномасштабному производству автомобилей в Казахстане. Тогда, в 2013-м, на предприятии СРАРК «Автопром» начали выпускать легковые автомобили марки «Сангьон». Позже наладили выпуск «Тойота» и «Хюндай». Так получилось, что и в этот раз главе государства представили новый автомобиль – автобусы «Ивека». Кстати, первые 45 машин можно было увидеть на прошедшей выставке «Экспо» в Астане. Уровень локализации производства достигает 53%. На Кустанайском заводе не только сваривают и красят, но и производят кузов автомобиля, а также внутренние детали салона. Автобусы намерены в ближайшее время отправить в регионы, где их будут использовать в школах для разводки детей. Я помогаю. На покупку автомобиля мы создаем условия, чтобы наша конкуренция была на уровне. «Евразийский экономический союз открывает рынок для всех общей. И реализация есть, производство есть, люди работают, заработная плата есть, нормальная еда. Жить можно, семью обеспечивать можно, ветераны не стареют. Конечно, почему нет? Еще не сдаемся, но главное, что у нас рядом молодежь есть. Вот это важно. Презентовали Нурсултану Назарбаеву и новую автомобильную марку «Джак». Это один из самых популярных и компактных внедорожников. Стоит такой кара 4 миллионов тенге. 35% его производства казахстанское. Китайская сторона предоставляет машинкомплекты, а также право на производство и поставку автомашин в Россию через национальную компанию «Казахэкспорт». В одном из стихов президент встретился с теми, кто непосредственно занимается производством. Я работаю инженером, училась в Китае, получила образование по специальности инжиниринга и проектирования. Сейчас… Я в Китае работаю? Да, язык знаю, да. После окончания университета мне предложили предлагать в китайских компаниях, в Китае остаться. Но я узнала, что у нас завод. Я вернулась. Я благодарна вам, что у нас есть возможность развиваться и реализоваться в родной стране и в родном городе. Представили Нурсултана Назарбаеву и будущее отечественного автопрома электромобили. Кстати, гольфкары, на которых президент осматривал инфраструктуру завода, тоже работают на электричестве. Вообще же электрокары уже пользуются спросом во всем мире, а теперь ищут своего покупателя и в Казахстане. В своем послании народу Казахстана президент поручил развивать производство электромобилей и отправлять их на экспорт. До конца года на этом заводе планируют выпустить 200 таких электрокаров. Пока цена одного автомобиля составляет 7,5 миллионов тенгенов. В дальнейшем при наращивании доли казахстанского содержания при производстве стоимость уменьшится до 4,5 миллионов. Главная особенность этого автомобиля в способе его подзарядки. Никаких АЗС, только шнур и устройство, которое подключается к обычной розетке. 8 часов и автомобиль полностью заряжен. И этой энергии хватит на 240 километров. Они не наносят вред экологии, существенно экономят деньги автовладельцев. По словам экспертов, стоимость одного километра достигает двух тенге. Планируется, что до конца года в двух крупнейших городах Казахстана, Астане и Алматы, установят свыше сотни заправочных станций. К тому же будут разработаны меры по государственной поддержке и стимулированию не только на производство электромобилей, но и на их покупку. Вместе с тем, во время рабочего визита президента проинформировали о подписании соглашения предприятия СРРК Автопром с крупной транснациональной компанией, которая намерена вложить больше миллиарда долларов в течение 10 лет в отечественный Автопром. Первые 22,5 миллиона долларов вложили в модернизацию этого завода. С учетом инвестиций от компании Genertex CMC мы собираемся в течение трех лет довести мощность предприятия до 60 тысяч автомобилей в две смены производства. Это позволит нам практически на 30% увеличить объем поставок на страны ЕС, которые у нас планируются. И один из основных рынков это будет как раз не казахстанский, а рынки ЕС. И в этом году мы уже отработали совместно с Казаэкспортгарант большой проект, это в Таджикистан. Мы подписали контракт более чем на тысячу автомобилей марки Джак, из которых уже 100 будет поставлено в этом году. И 50 автомобилей уже эксплуатируются в Таджикистане. Есть прекрасные отзывы на самом деле от наших таджикских коллег, и эти автомобили используются в такси. Глава государства подчеркнул, что аграрную Кустанайскую область необходимо дополнять промышленными производствами. Кустанайская область – крупнейшая аграрная область нашей страны. Самый крупный регион производства продовольственной пшеницы, качественный, экспортный. Даже в этот непростой год более 5 миллионов тонн сегодня собран урожая. Но наше стремление сделать еще и аграрное, то есть аграрно-промышленное. Поэтому издавна мы уже работаем над тем, чтобы в области была промышленность здесь. В связи с этим мы сейчас автомобильное производство. Я лоббировал с самого начала. Это производство, которое в Казахстане никогда не было. Теперь мы крупная автомобилестроительная страна. Этот завод, завод на Востоке, два завода, работает очень эффективно, привлекаем инвесторов. Президент рассказал о трех стратегических партнерах Казахстана, Китая, Узбекистане и России. Например, с китайской стороной в рамках программы «Один пояс, один путь» реализуется 52 проекта в сфере производственных мощностей на сумму 24 миллиарда долларов. С Узбекистаном наращивается торговля, а с Россией идет двустороннее сотрудничество и в рамках ЕАЭС. Дорога от границы Казахстана-Китая до российской границы уже построена. Построена прямая железная дорога от границы Казахстана-Китая до Хаспийского моря. 1200 километров мы построили за 18 месяцев. И построили дорогу в Персидский залив через Туркменистан и Иран с выходом на Бандерабас. И недавно только завершилось строительство железнодорожного перехода в Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция и в Европу. Эта дорога соединена. Мы готовились к этому, построили в Курухе специальный порт по перевозке автотранспорта. Такая логистика разноплановая у нас есть. И сейчас через Казахстан проходит уже сколько контейнеров в прошлом году? 250 тысяч контейнеров с нуля. Ничего не было. Президент также поручил Акиму региона обучать население основам предпринимательства и вместе с тем увеличивать долю МСБ в экономике региона. А вот где точно не ожидали увидеть президента, это в торгово-развлекательном центре. Его открыли не так давно, но он уже стал излюбленным местом для отдыха среди кустанайцев. Нурсултану Назарбаеву представили шестизальный кинотеатр, где был показан краткометражный фильм, после чего глава государства направился в семейный развлекательный парк. Давай. А я все мечтаю, кто же будет президентом. Вот оказывается, здесь. Как зовут тебя? Коля. Коля. Молодец. Теннисом занимаешься? Да. Теннис играешь, да? Да, играю. Эти дети – воспитанники Руднинского детского дома. В развлекательном центре они не в первый раз. По словам директора детского дома, в области становятся больше предпринимателей, которым не безразлична судьба сирот. Возможно, поэтому многие из детских домов закрылись за ненадобностью. В этом году закрывается Федоровский детский дом, на стадии закрытия на следующий год областной детский дом. Только в Руднинском детском доме за время работы, скажем так, данного направления, через 5 лет, более 160 детей было передано в семьи. Поэтому я уверен, что согласно политике нашей области и совместной работе всех органов, мы поможем решить проблему сиротства в Казахстане. Экономика Кустанайской области развивается опережающими темпами. В регионе не только запускают промышленные производства и создают рабочие места, но и в первую очередь уделяют внимание жителям, предоставляя жилье или землю, а также открывая новые спорткомплексы и места семейного отдыха. Елена Шерабер, Айдос Медельбеков, Жанузак Буранбаев, Хасену Маркулов и Алмасу Маргалеев. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Кустанай.